Допинг-проба Германии станут известны в конце августа. Иными словами, самое интересное еще впереди. Более того, посмотрев эту серию, и противники, и сторонники, и уж тем более сам Шредер, будут ждать письма из Германии, словно манну небесную. И это еще мягко сказано. Когда ты хоть в чем-то немного сомневаешься, загогуленка уже больше. А я представляю, какая она, когда ты соврал. Она, наверное, настолько яркая, настолько показательная, что не представляю себе, как можно эту штуку обмануть. Ну, как мне сказали полиграфологи, что в принципе, если там быть монстром психологии, сам полиграф, все равно нельзя обмануть. Обмануть можно только неквалифицированного полиграфолога. Я охотно верю. Итак, если кто-то забыл, недавно Алексей Клокотский, благодаря компании Victory Distribution, которая, напомним, бросила Шредеру вызов, побывал в Москве. Пойдем погуляем по Москве, подышим московским... Кстати, московский воздух, чтобы ты знал. Ну? У него очень сильная таблица Меделеева, поэтому вдыхаю. Я сейчас надышусь и стану химиком. Вдох. А здесь все химики. На белорусском вокзале его встретил известный российский бодибилдер Сергей Родин. И прежде чем отправиться в московскую компанию Lucida, основным видом деятельности которой являются проверки с помощью детектора лжи, Клокотский и Родин немного прогулялись и поговорили, что называется, наболевшим. Ну что, как доехал-то? Ну, непривычно было колдебаться в поезде. Не выспался, голова болит. Слушай, есть у меня там датте? Что? А головной боли? Нормальный таблиц. Ну, головной боли давай. Точно головной боли? Нет, это метан. Что? Упал, что ли? Блин, подставы мне здесь делают. Глютамин, глютамин, это не глютамин, это не глютамин, ребята. Естественно, мне кололи, кололи. Кололи, ребята, боюсь этого слова. Это уже самое важное, ему кололи. Как называется обезболивающее? Умное слово. Надролон де канат. Нет, нет. Первое, что мне бросилось в глаза, я уже это говорил, я думал, что темных ребят загорелых, загорелых, накаченных, загорелых ребят, химиков в Москве больше. А их нет в Москве химиков, понимаешь, они все в Белоруссии. Вот оно как. Да, оттуда все везется, отсюда все транши, понимаешь. У нас исключительно натуральная картошка. Я не знаю, натуральная картошка, заходишь на сайт, а там белоруссия.тв, стероиды мы привезем. И все, почтой, посылочкой и прямо вот сюда, в Москву. А вот, кстати, что хотел сказать, многие россияне мне пишут в комментариях, конечно, у вас там просто качаться на стероидах, у вас разрешена продажа стероидов. Откуда взяли это граждане Российской Федерации? Потому что мы считаем, что картошка белорусская в ней допинг. Рады это? Если в ней допинг. Ну, если так считать, беззаказательно, по-моему, посчитать можно. ну, знаю парня вот такого, усатого, кто, я же скачался на картошке. Кстати, подведены итоги конкурса репостов к предыдущей серии совместного проекта «Железного мира» и компании «Виктори Дистрибьюшн». На этот раз призы от генерального спонсора проекта, а именно спортивное питание бренда «Мэкс» Тюнян. Подробности в группе «Железный мир» ВКонтакте. Пробую еду в Москве. Вот мне очень часто подписчики писали, когда я рассказывал про сырники и про то, как много я ем творога, что, мол, в Москве одна фигня, а не творог. Ну, знаете, первый попавшийся творог я купил, какой-то обезжиренный. Мне, к сожалению, ложечки-вилочки нету. И абсолютно нормальный вкус. Знаете, я как человек, проживший в деревне столько много лет, точно могу сказать, что здесь не крахмал, не какая-то еще другая присыпка, и народная. Это реально вкус обыкновенного обезжиренного творога. Вот и все. Так что, москвичи, не жалуйтесь. Во время своего приезда в Москву Клокотский также побеседовал с психологом, который по итогу сделал довольно интересный и неоднозначный вывод. Мы решили озвучить некоторые аспекты психологического портрета Шредера. Ставите, пожалуйста, в своем первом опыте, когда вы начали заниматься спортом. Итак, несговорчив, скрупулезен в мелочах, осмотрителен, консервативен во взглядах и поступках, в общении открыт для других, но зачастую прежде ведет так называемый внутренний монолог, а позже отвечает на поставленный вопрос, что говорит о нежелании быть искренним. Пытается держать под контролем эмоции и мысли, а также управлять жестикуляцией. Ребята, появился легкий спарен, он смотрит на девушку, значит, он со стороны у него присутствует. Вы излишки. Мы сегодня проверим. Невозможно дать однозначную оценку информации о применении допинга. Не давал конкретных ответов, впускался в рассуждения, поддерживал долгий зрительный контакт, который не свойственен Алексею на четко поставленных вопросах о применении анаболиков, что может свидетельствовать в том числе и о неискренности. Тож, оставим шутки, как говорится, до лучших времен, а также попытаемся не думать о выводах психолога, которые сложно подтвердить документально. Дальше, только факты, никаких домыслов и суждений, как говорится, либо да, либо нет, иных ответов не существует. Здравствуйте, меня зовут Сергей Швагелев, я являюсь психологом-пеллиграфом, специалист компании Люсиде. Сегодня мы будем проводить СПФИ, специальное психологическое обследование Алексея Клокотского на предмет, это называется проверка защиты репутации. Сейчас мы проведем претестовую беседу, претестовую беседу будет служить нескольким, скажем так, целью. Первое, мы с вами обсудим, как работает прибор, я вам расскажу, что можно делать, что нельзя, соответственно, мы обсудим вопрос. В любой момент, то есть даже, что вы писали, в любой момент вы можете встать, например, вам не понравился какой-либо вопрос, вы считаете его нецелесообразным, или там у вас появились сомнения в моем профессионализме. Вы можете просто встать и выйти, ничего не объясняя, не имею права, никак вас останавливать. Алексей, представьте, пожалуйста, полностью фамилии, имя, отчество. Алексей Викторович Клокотский. Проживаете сейчас где? Город Минск, Республика Беларусь. Поясните, что такое натуральный бодибилдинг? То есть, игру это бодибилдинг, то есть, также строение тела, как я правильно понимаю, только без употребления, без допинга. А ваше отношение к допингу, то есть, оно сугубо негативное, именно с точки зрения того, что просто вы не употребляете, или вы считаете, что-то в принципе плохо? Я считаю, что пропаганда допинга, какая она сейчас ведет на форумах, это очень плохо и вредно. И когда вокруг пропагандируется такое мнение, что без допинга нельзя накачаться, это время. Скажите, вы честный человек? Ну, это сложно судить. Это в общем, конечно. В общем, я признаю, да, что я честный. По каким-то мелочам могу там, или пошутить, или обмануть, когда это, собственно, ничего не решает. И не несет, не ведет с собой какие-то последствия. Ваше отношение к проверке? На полиграфе? Да. Очень положительно. Могли бы вспомнить, явно, когда вы врали в последний раз? Не шутили, а именно врали. Ой, это мне очень сложно вспомнить. Вспомните, не нужно про это рассказывать, просто вспомните, когда это было, и что это было про себя. Я только помню случай из детства, а последние годы не могу вспомнить. Ну, допустим, стащил денежку у мамы, она там потом ищет, о, куда я положила, а я смолчу там, и спросит у меня, брал я или нет, а я скажу, нет, я не брал. Ну, вот из детства я помню, последние годы. Я говорю не про шутку, я говорю именно про вранье, касательно. Ну, это же не шутка тоже была, взять у мамы деньги, правильно. Ну, то есть вы не вернули потом денежку? Нет, ну, я же не признавался, я ее куда-то на свои нужды потратил. Что касается последних лет, мне очень сложно вспомнить. Маленькое воровство было, грубо говоря. Ну, да. Смотрите, Алексей, первый тест, который будет сейчас проводиться, это стимулирующий тест, тест на имена. Я вам объясню, что нужно делать, как будет проводиться тест. Вопросом будут предъявлены следующий. Первый вопрос. Вы находитесь в Москве, соответственно, да, то есть вы сейчас находитесь в Москве. Вас зовут Максим, Игорь, Роман, Алексей, Олег, Руслан. На все предъявленные вам имена вы отвечаете нет, включая свое имя. Это, скажем так, установочный тест, стимулирующий того, чтобы сфиксировать ваши реакции на те или иные вопросы, когда вы влюблены, когда вы говорите правду, ну, и, скажем, снизить некую тревожность перед проведением проверки. Вам понятен смысл теста? Везде нет отвечения. Начинаем тест, смотрите прямо перед собой с этого момента. Все, что я буду говорить, будет являться неким материалом для вас. Все вопросы на них отвечаете согласно изначальным инструкциям. Вот. И все ваши реакции будут фиксироваться прибором. Вы находитесь в Москве? Да. Вас зовут Максим? Нет. Алексей? Нет. Игорь? Нет. Руслан? Нет. Можно судить. Леван? Вот это вопрос, на который вы сознательно соврали, как мы, наверное, заранее договаривались. То есть он был предъявлен на ваше имя, как вы можете увидеть, реакция на кожно-гальмоническую реакцию. А это на другие имена, маленькие такие? Да. То есть, грубо говоря, у вас могут быть какие-то минимальные реакции на другие имена. А здесь вы, то есть услышали своими, вы его опознали и сознательно соврали. По другим каналам тоже видно, то, что реакции отличаются, просто для вас, как непосвященного человека, они менее информативны. Ну да. Мне там очевидно, как-то есть такие бугорки, а здесь сразу как-то было. То есть понятно, что прибор работает, понятно, как я вижу, как бы так оно или нет. Все, хорошо, продолжаем далее. Я вам перед каждым тестом буду проговаривать вопросы, которые, собственно говоря, я буду в этом тесте предъявлять, для того, чтобы вы понимали суть этих вопросов, потому что бывают вопросы, которые непонятны. То есть, например, вы не понимаете, как на них отвечать. Вы можете понять, что это значение положительное, в случае ответа, а кажется, например, что нет. Поэтому проговариваем, чтобы не было в этих накладах. Вы сидите на стуле? Да. Вспомните правдиво. Вы сегодня что-нибудь ели? Ел. Говорите ли вы датчик, либо нет. Смотрите, если ели, то да, есть ли? Да. Датчик ФПГ жмет? Зачем пальцем шевелить? Пальц шевелится? Пальц, да, шевелитель, как на ФПГ. Это? Да, да. Вот этим шевелителем я. Это видно просто очень хорошо. Да? Не знаю. Вы накануне проверки средства, влияющие на проверку, употребляли? Нет. Вы когда-либо от употребления ВСА эффект ощущали? Нет. Ответьте ложным. Вы сегодня утром хлеб ели? Да. Вспомните правдиво. Вы сегодня что-нибудь ели? Да. Употребляли жиросжигатели? Да. Георитики? Нет. Сармы? Нет. Кстати, в предтестовой беседе Клокотский сначала вроде как не совсем понимает, что такое Сармы, но после краткого пояснения утверждает, что не употреблял ничего подобного. Чего-чего? Сармы. Сарма? Сарма, да. Сарма, я так понимаю, что это какие-то фармакологические препараты. Вот это хорошо, что вы выяснили. Так что я не знаю. Это астарол, астарин, как бы, и так далее. Вы находитесь в помещении? Да. Вы употребляли некоторые анаболические стероиды и гормоны роста? Нет. Ответить ложно. Вы протеиновые смеси употребляли? Нет. Вы сидите на стуле? Да. Вы опасаетесь, что я совершил ошибку при опросе? Да. Вы употребляли какие-то еще препараты? Нет. Метан? Нет. Ритаболил? Нет. Деку? Нет. Джентропин? Нет. Гормон роста? Нет. Водичку дайте. Давайте. Вы надеетесь, что я совершил ошибку при опросе? Нет. Вы занимаетесь спортом? Да. Ответьте ложно. Вы протеиновые смеси употребляли? Нет. Вспомните про водива. Вы становлю тягу. Делали? Да. Что ж, немного прервемся и посмотрим, как вел и что говорил Шреддер спустя несколько часов после теста. Внимание! Результаты обследования на данном этапе еще никому не известны. нашего подозреваемого только что привезли. Я не знаю, что с ним делали. Я уже успел поспать, поесть, потренироваться, сменить футболку. Такое ощущение, что у него что-то нашли, его держали и пытали. Поэтому сейчас мы у него все это выясним. Нашли ли в его крови запрещенные препараты? Ребята, сейчас мы это все узнаем. Ну, вроде жив-здоров. Так, вот рассказывай, каким пыткам тебя подвергали? Горячий утюг был, 220 вольт было, окунание головой в воду было. Так. А паяльник, смотрю, еще не вытащили. Вот. Молодец. Но как-то я себя спокойно веду при невытащенном паяльнике. Потому что, ребята, он употребляет допинг. Нашли или не нашли? Нас очень мучает вопрос. Уже ночь, пора спать, а мы хотим знать. Неимоверно долго мучили, но ничего не сказали. Сказали, что сообщат только заказчик. Возможно, это качок. Но он нам говорит, наверное, неправду. Его глаза бегают, пульс учащен, отсюда слышу. Глаза смотрят в пол. Глаза смотрят в пол. Глаза он нам не смотрит, не смотрит глаза. Явно чего-то скрывает. Не думаю. Мне кажется, детектор лжи покажет, что ничего Шреддер не скрывал. Короче, одна сплошная провокация. Нет, ребята, мы просто хотим, чтобы человек хотя бы вот тут, знаешь, от усталости хотя бы немножко моргнул глазом, сказал, хорошо, ладно, колол, пил, буду пить и буду есть, буду колоться. Колитесь вы со мной. Так я уже, блин, сознался, когда получал там свой гонорар от Виктора Дистрибьюшн, что я его потрачу на гормон роста. Точно? Да, точно. Ты все-таки хочешь встать на эту узенькую тропу славы? Вот от черной славы. Да. Где, как у зебры. Белая, черная, белая, что, дашь и жопа. Что на самом деле хочется сказать? Неважно, каким ты видом спорта занимаешься. Ребята, не идите за стадом. У каждого есть своя голова. Кто хочет, тот применяет. Кто не хочет, не применяет. Самое главное, если вы не занимаетесь выступательным бодиблигом, каким-то там другим видом спорта, который вас выводит на сцену, вам не нужен допинг. Как ты считаешь? Я считаю, что для жизни идеально быть функциональным. Функциональным. Все правильно. Я выступающий бодибилдер, поэтому мне может быть необходим какой-то допинг. Товарищ, он его не спорит. А мне он не нужен. Поэтому, ребята, занимайтесь спортом. И всегда должна голова быть холодная. Не употребляйте стероиды. Даже Сергей Родин об этом говорит. Оставайтесь на позитиве. Верьте Алексею. Также, забегая вперед, скажем, что сразу после проверки на детекторе лжи Клокотский получил от компании Victory Distribution половину обещанной ему тысячи долларов. Вторые пять сотен он сможет положить в карман после сдачи анализов. Многие интересовались, на что Шреддер потратит призовую денежку от Victory Distribution. Очевидно же, что на гормон роста. Все, больше не задавайте глупых вопросов. Вы качаетесь? Да. Ответьте ложно. Вы приехали на поезде? Нет. Вы когда-либо наркотики употребляли? Нет. Вы анаболические стероиды покупали? Да. Вы анаболические стероиды продавали? Нет. 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 Вы употребляли тестостерон? Нет. Употребляли подряд все? Нет. Вспомните про Водилу. Вы же разжигатели употребляли? Да. Сейчас мы, Алексей, поговорим про вопрос по поводу покупки. То есть, то, что было. То есть, вы покупали какие-то анаболические стероиды или гормоны роста? Что это было? Стероиды. Метан вроде бы два раза. Вроде метан. Там полное название какой метант, я знаю. Метант, растенолон, что ли? Ну, разно бывает. Ну, честно сказать, я не уверен, что это какое было полное название. Ну, объяснил как будто два раза где-то, да? Да. Что еще? Больше ничего. То есть, покупали всего два раза? Да. Мы покупали для... То есть, как бы я не покупал, а меня просит клиент для своего какого-то друга, и я говорю тренеру, он приносит, и как бы я как передаточный механизм. Ну, некий последний друг. Да. А продавали когда-нибудь какую-нибудь такую вещь кому-то? Нет. Ну, вот это же не считается, что я продавал, правильно? А, смотрите, то есть, ситуация какая, чтобы просто было понимание. Мы сейчас занимаемся как бы вот не тем, что я там пытаюсь вот как будто чего-то как будто копаться, мне просто это важно понимать, потому что понятно, что для теста этот вопрос для вас, значит, соответственно, как бы на него реакция какая-то есть. да. У вас вот был, допустим, вопрос продавал ли я, а у меня сразу замешательство. Это считается продажей или нет? Да, совершенно верно. Правильно понимаете, то есть, как бы некое замешательство в этом плане, ну, присутствует. Мы сейчас, это соответственно забьем все по деталям, для того, чтобы было, конечно, делить как бы одно от другого. То есть, вопросы будут следующие, в тесте приблизительно, вот, будет контрольный вопрос, как-то контрольный вопрос, некий вопрос, который, как он вроде бы по теме, но в то же время, как бы особенно, не сильно. Поэтому много вопросов не нравилось. Опять же, то есть, как можно сделать выводы из заключения, это какие-то вопросы, безусловно, ему не нравились. То есть, как бы, я думаю, что он с радостью заменил бы их на другие. Я не заметил какого-либо противодействия, человек, в принципе, отвечал на поставленные вопросы. Поэтому, в целом, нет в поведении Алексея, меня ничего не смутило, не могу сказать, что был какой-то негатив. Снимаем проверку, смотрите прямо перед собой, постарайтесь ни на что не отвлекаться. С этого момента все реакции вашего организма будут фиксироваться прибором, будут являться результатом проверки. Вы жирозжигатель употребляли? Да. Вы анаболики покупали на продажу? Нет. Для личного пользования? Нет. Для передачи кому-либо? Да. Алексей, смотрите, у вас есть некоторые реакции на анаболики на продажу, соответственно, на покупку и так далее. Я предлагаю сделать такой тест для того, чтобы просто улучшить понимание как пополнить продажи кому-либо и приобретение для целей, не являющихся финансовой выгодой. Это будет тест характера того, что вы финансовую выгоду от покупки или продажи анаболиков получали или нет. То есть я думаю, что это просто исключит все эти образы, которые у вас в голове. То есть наша финансовая выгода это уже какого-то строгированная от этого деталь. Окей? Мне кажется, здесь кое-что нужно переделать. Дело в том, что финансовую выгоду я получал, такие, но я не организовывал это все, чтобы продать. А человек просит, то есть я через тренера второго продавал спортивное питание. И человек попросил у меня два раза купить для своего друга этот метандростиналон. Ну и по аналогии с спортивным питанием я взял там какие-то маленькие деньги. Там может быть пять долларов, допустим. То есть финансовая выгода все-таки была. Вы предтреники употребляли? Да. Вы прибыль от продажи анаболиков получали? Да. Более 20 долларов? Нет. Более 100 долларов? Нет. Более 200 долларов? Нет. Вы предтреники употребляли? Да. Окей, собственно говоря, мы окончили наше мероприятие. Давайте с него у вас датчики. Никто на меня не давил. Пистолет ТТ под столом в правой руке никто не держал. Я все добровольно проходил эту процедуру. Единственное, что мне было сложно, это сидеть несколько часов не шевеляясь ни пальцем, ноги, ни пальцем руки, смотреть куда-то вперед перед собой. Тем более в поезде ехал сюда всю ночь не особо выспался, я немножко засыпал на ходу. Вот самое сложное было усидеть на одном месте, не шевелясь. Мне было интересно, мне было прикольно. Ну, пусть там какие-то хейтеры не думают, что раз мне было прикольно, значит, типа, это какая-то шутка. ничего шуточного тут не было, просто такое приключение, оно для меня было интересно. Я даже представлял себе хуже. Я думал, там будут вопросы про сексуальную ориентацию, был ли у меня какой-то там опыт нетрадиционный сексуальный, ну, нетрадиционный сексуальный или еще что-нибудь. Я думал, меня, по крайней мере, об этом предупреждали, что вот будет какая-нибудь такая вот фигня. На самом деле все было довольно цивильно, и даже вот по этим вопросам, где нужно было выявить правду, неправду, и где специально нужно было говорить неправду, чтобы подследили реакцию. Все вопросы были такие, ну, не то чтобы интеллигентные, но нормальные, без пошлятины, без сильных углублений в мою какую-то потаенную жизнь. Я считаю, что это профессионально была процедурка проведена. Алексей Мужеснов, выдержал все получается почти 4 часа мероприятия, внешних противодействия выявлено мной не было. По полиграмму, по основе полиграммы сейчас проведем более детально, математическим методом. Мне поможет наш сотрудник Исаев Рахман. Я судебный эксперт, ну, практически всю свою жизнь, и преподаватель Московского института психоанализа. Полиграф это одна из сфер, в которой работаю уже последние 6 лет. Подытожим. В результате проверки Алексея Клокотского были выявлены устойчивые психофизиологические реакции, которые могут свидетельствовать о том, что у него содержатся репрезентации опыта, идеальные следы, имеющие признаки аналогичности возможным репрезентациям опыта лица, причастного к скрыванию информации по следующим вопросам. Вы когда-либо диуретики употребляли? Вы когда-либо сармы употребляли? Вы употребляли некоторые анаболические стероиды и гормоны роста? Употребляли тестостерон? Употребляли гормон роста? Напомним, на все эти вопросы Клокотский ответил нет. Кроме того, при ответе нет на вопрос вы анаболические стероиды продавали, были выявлены устойчивые психофизиологические реакции, которые могут свидетельствовать о том, что у него содержатся репрезентации опыта, идеальные следы, имеющие признаки аналогичности возможным репрезентациям опыта лица, причастного к скрыванию информации по данному вопросу. Аналогичные реакции были выявлены и при ответе нет на вопрос вы анаболики покупали на продажу? Тесты, они делаются в нескольких явлениях для того, чтобы снизить вероятностную ошибку из-за, например, какой-то реакции на новизну вопроса, на, возможно, какой-то трем, причем на что-то, если на один и тот же вопрос постоянно влияют какие-то негативные факты, если мы видим, что в трех предъявлениях, например, на один и тот же вопрос, там, обследуемый дергался либо еще что-то такое, то мы можем предположить вероятное противодействие. То есть, значит, вопрос для обследуемого влажного оказывает некое противодействие. Кроме того, Клокотскому был задан вопрос, вы прибыли от продажи анаболиков получали, на который он ответил «да» и пояснил в беседе, что получил незначительную прибыль в пределах 5 долларов США. На вопрос, получали ли вы прибыль свыше 100 долларов США, Алексей ответил «нет». При этом были выявлены устойчивые психофизиологические реакции, которые могут свидетельствовать о том, что у него содержатся репрезентации опыта, идеальные следы, имеющие признаки аналогичности возможным репрезентациям опыта лица, причастного к скрыванию информации по выше названному вопросу. Для более достоверного результата полиграмму просматривает не один специалист, а несколько. То есть на данный момент у нас есть еще Рахман Магомедович, который является экспертом, в том числе судебным экспертом. Это делается для того, чтобы исключить какую-то ошибку, человеческие факторы и прочее. То есть пока мы не приходим к какому-то общему мнению по тому или иному вопросу, мы свои вердикты не выносим. Какие-то сомнительные реакции в этом вообще так и оправдывается. Всегда в пользу человека, всегда в пользу оправдания или подтверждения его показаний стараемся оценивать эти все вот эти 20-30 там сколько там процентов какие-то случайные, они вообще не вычитываются. Я проанализировал его полиграммы и что я могу сказать в результате. Выявлены значительные реакции, характерные его же реакциям, когда он актуализирует эмоционально значимые образы на вопросы об употреблении диуретиков, сарм, тестостерона, гормонов роста. Также выявлены аналогичные реакции на вопрос о продаже анаболических стероидов и вопрос о покупке с целью продажи анаболических стероидов. Также выявлено, что размер от полученной прибыли с этих стероидов был более 20 долларов и более 100 долларов. В общем, такие реакции позволяют мне иметь свое мнение, что вероятно человек употреблял вышеупомянутые средства. Что ж, после такого заключения хочется объявить минуту молчания. То ли в память о натуральном бодибилдинге, то ли, чтобы остановиться, подумать и еще раз взвесить все за и против. Итак, заключение сделано и подписано сертифицированным специалистом. Его полная копия будет опубликована завтра на странице Железного мира ВКонтакте. Казалось бы, вот вам и карты в руки, но нет, комментировать результаты, подводить итоги и окончательно посыпать голову пеплом, пожалуй, преждевременно. Заседание продолжается, господа, присяжные заседатели. Ждем письмо из Германии. Как говорится, надежда умирает последней. И эта фраза теперь как никогда актуальна по обе стороны баррикад. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok